Сегодня мы с вами обсудим возможности лекарственного лечения базально-клеточного рака кожи. Ежегодно диагностируется довольно-таки большое количество новых случаев, составляет 3,5 миллионов, и среди них, которые лидируют базально-клеточный рак, его доля приходится 75-97%. Ежегодно в мире метастатического базально-клеточного рака диагностируется 16 тысяч новых случаев. На данном слайде представлены наши клинические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Мы видим, что при метастатическом и нерезиктабельном базально-клеточном раке кожи зарегистрирован у нас один препарат Висмадегид, который принимается в дозе 150 миллиграмм один раз в сутки внутрь ежедневно и длительно. В своем классе это первый ингибитор сигнального пути Хеджкок принимается в стандартной дозировке, 150 миллиграмм внутрь. Федей препарат был одобрен в 2012 году, в России он был одобрен в 2013 году и с 2018 года Висмадегид входит в список Жен-ВЛП. Сигнальный, как я уже говорила, в основе развития базально-клеточного рака занимается сигнальный путь Хеджкок, который выявляется у 90% пациентов. И ключевое звено в пути Хеджкок – это активация белка СМО. На данном стаде представлен как раз каскад, который происходит во время активации этого сигнала на эмбриональном уровне, основные компоненты сигнального пути – это легант Хеджкок, тормозящий рецептор ТПСЕЙЧ, активирующий рецептор СМО и эффекторы, которые передают этот нисходящий сигнал. В неактивном состоянии белок ПТСЕЙЧ подавляет активность СМО, как мы видим, но легант зависимая активация, которая происходит генов, и вызывает, в общем-то, деление клетки. Легант независимая активация обусловлена мутациями ПТСЕЙЧ и СМО, которые входят, которые имеют два пути развития. На каких же основаниях был зарегистрирован ВИСМА-ДЕГИП клинических исследований, первое исследование – это ЭРИВАНС. Туда были включены пациенты распространенным базально-клеточным раком кожи, местно распространенные и метастатические. Все пациенты получали ВИСМА-ДЕГИП в дозе 150 мг в сутки. Другого рукава не было, поскольку ВИСМА-ДЕГИП – это единственный препарат, который работает. Это химиотерапия в лечении этого заболевания не зарегистрирована, и пациенты получали его до прогрессирования или неприемлемой токсичности. И мы видим, что даже те пациенты, у которых частота объективного ответа не была зарегистрирована, уменьшение опухоли все равно прослеживалось. И если смотреть по оценке эффективности, медиана выживаемости без прогрессирования состояла 12,8 месяцев. При метастатическом базально-клеточном раке частота объективного ответа 48%, при местно распространенном – 60%. Также исследование Эриванс продемонстрировало увеличение медианы общей выживаемости. Мы видим на слайде, вот эта синяя кривая, это были проанализированы пациенты, которые ранее не получали ВИСМА-ДЕГИП. Их выживаемость состояла до 14 месяцев. А пациенты, которые получали ВИСМА-ДЕГИП, у них медиана общей выживаемости уже состояла 33 месяца. Конечно, у этого препарата необычный механизм возникновения, у этого заболевания необычный механизм возникновения, и у препарата уже, собственно, и механизм работы его тоже необычный. И прием препарата сопровождается рядом побочных эффектов, такие как в основном наблюдалась третья степень токсичности, это мышечные спазмы, аллопеция была зарегистрирована, снижение веса, утомляемость, тошнота. И продолжением исследования Эриванса послужила стивия. Здесь уже было набрано большое количество пациентов, 1227, они также получали ВИСМА-ДЕГИП в дозе 150 мг в сутки до прогрессирования или развития непереносимой токсичности. Здесь уже первичная точка оценки была безопасность, вторичные и конечные точки – это ответ по РИЦИС, то время ответа, длительность ответа, выживаемость без прогрессирования, общая выживаемость и качество жизни. И мы видим у пациентов с распространенным базально-клеточным раком контроль над заболеванием удалось достичь у 93% пациентов, из них полные ответы были у 34%, частичный ответ у 33% и стабилизация у 26%. При метастатическом базально-клеточном раке контроль над заболеванием удалось достичь у 72% пациентов, из них полный ответ у 7%, частичный ответ – 31% и стабилизация – 34%. Также в исследовании СТИВИ было проанализировано, как все-таки с таким непростым механизмом действия препарата и с побочными явлениями, которые возникают в большей части третьей степени, как будет взаимодействовать эффективность препарата и перерывы в лечении. И исследование продемонстрировало, было главным образом оценено, когда был один перерыв в лечении, в принципе медиана выживаемости, она была одинакова. Также в исследовании было проведено оценка, как можно контролировать, как можно эффективно корректировать эти нежелательные явления. И в исследовании было продемонстрировано, изучено, главным образом это мышечные спазмы. Исследователи на протяжении 8 недель пациентам давали амлодипин в дозе 10 мг внутрь именно тем пациентам, у кого не было противопоказаний к приему этого препарата. И было зарегистрировано, что, отмечено было, что пациенты, которые получали амлодипин, количество мышечных спазмов у них уменьшалось. Но, к сожалению, в какие-то рекомендации, либо в какой-то консенсус это не вышло и не было выпущено. Также предпринимались и предпринимаются попытки исследования иммунотерапии в лечении базально-клеточного рака. В ряде литературных источников указывается, что у базально-клеточного рака, в общем-то, есть экспрессия PDL как на опухолевых клетках, так и на иммунных. Исследовался препарат Цемиплимаб. Было набрано 132 пациента. Из них местно распространенного 48 пациентов оценено. Они получали Цемиплимаб в дозе 350 мг 1 раз в 3 недели внутривенно до прогрессирования или неприемлемой токсичности. Медиана возраста в среднем 68 лет. Принимали участие от 30 до 90 лет пациенты. В основном 67% это мужчины. ЭКОК в основном это 0. И медиана длительности терапии составила 42 месяца. Были зарегистрированы нежелательные явления, которые характерны для иммунотерапии. И стоит отметить, что именно Цемиплимаб изучался после прогресса на Висмодегибе. Что получили? Частота объективного ответа при метастатическом раке составила 21%, при местно распространенном 29%. Цемиплимаб был зарегистрирован ФИДЕИ в феврале 2021 года. Ну и какие препараты вообще изучались? Это Висмодегиб, который зарегистрирован и ФИДЕИ в России. Это Сонидегиб, который ФИДЕИ зарегистрирован в России, пока не зарегистрированы ингибиторы СМО. И ряд препаратов иммунотерапии. Это Цемиплимаб, который в ФИДЕИ был зарегистрирован, у нас еще нет. И изучение происходит. Сейчас изучается пембролизумаб и ниволумаб, но пока еще исследования, еще и результаты не получены. Спасибо за внимание. Продолжение следует...